Церковь святых новомучеников и исповедников российских в Бутве – один из самых больших храмов Ленинского городского округа. Здесь еще не убраны новогодние рождественские украшения. Традиционно от Большого Словецкого креста верующие во главе с настоятелем храма, протеереем Кириллом Каледой, отправляются к месту, где находится Иордань, в которой и будет проходить крещенское омовение. Идти от храма недалеко, чуть более 300 метров, и вот священник с сопровождающими ступает на лед реки Гвоздянки. Здесь в процессе уже встречает несколько десятков человек, настроенных в эту холодную ночь, а температура воздуха около 25 градусов ниже нуля, искупаться в ледяной воде. Впрочем, ее температура примерно плюс 4 градуса. Первый раз. Хотелось бы, чтобы это стало в дальнейшем традицией для каждого человека, который проживает в России, да и не только в России, чтобы это стало традицией, на самом деле, незабываемой эмоцией. Главная традиция праздника – крещение Господня, освящение воды. Перед тем, как начнется омовение, к Ордане приближается священник. Ой, Орда, не крещающаяся Тебе, Господи, тройческое висе поклонение. Глубина проруби здесь примерно полтора метра для удобства и безопасности, оборудованы мостки и лестница для спуска в воду. Погрузиться в купель можно сразу с трех сторон. Давай, давай. Давай, быстрее, быстрее. Дверь. Давай. Раз, два, три. Для удобства пришедших здесь также оборудованы палатки для переодевания. После купания можно выпить горячего чая. В течение нескольких минут к Ордане выстроилась приличная очередь. Как впечатления вообще? Первый раз? Отлично. Нет, каждого. А сильно холодно? Нет. Так. Как в бане. Слегка иголочками покалывает по телу, а так вот все нормально. Отношение священнослужителей к этому мероприятию неоднозначное, но настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских Кирилл Коляда считает, что традиция вот так всем вместе отмечать праздник крещения Господня должна существовать. У нас в храме это проводится уже много лет. Удивительная такая атмосфера, ну, единство, соборность, я бы сказал. Причем действительно люди приходят самые разные. Приходят люди и глубоко воцерковленные, и приходят люди, которые совершенно далеки, я бы сказал, по церкви. И они как бы вливаются. И вот это вот единство, мне кажется, это очень важно. Поработали организаторы и на доформлении Маордани. Ледяные статуи, подсветка воды и всей площади льда, свечи по краям проруби. Все это создает торжественное и праздничное настроение. Очень красиво, да. Раньше я не ездил, когда был поменьше. А сейчас, да, последние годы я всегда езжу. Ощущение, как всегда, праздничное настроение, все отлично. Всего на территории Ленинского городского округа было определено 8 мест для купания, а приняло в нем участие более 2,5 тысяч человек. В деревне Калиновка, рядом с Предтеченской церковью, праздник был не столь масштабным, но все его обязательные элементы, украшения и оборудование Иордани, горячий чай, палатки для переодевания и многое другое присутствовали и здесь. В Крещенскую ночь безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции, МЧС, казаки, волонтеры, сотрудники администрации, медики, всего более 130 человек. По информации пресс-службы муниципалитета, купания прошли без инцидентов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.